Капитальное восстановление возможно не только в ЖКХ, но и в театре. Из-за бытия после пяти лет в архиве режиссеры-артисты музыкального реанимируют мюзикл «Призрак замка Кентервильд». Постановка шла с успехом несколько сезонов, но после смерти актера, исполнявшего главную роль, ее сняли с афиши. И вот принято решение доработать постановку и снова представить публике. Сейчас мы ввели новых двух актеров. Это Владимир Кочержинский, заслуженный артист, и молодой артист Максим Галенков. То есть это уже интересно будет для зрителя посмотреть, сравнить их двоих. Это разный возраст, это разные фактуры, разная психофизика у них. И они совершенно по-разному играют этот спектакль. Мюзикл написан петербургским композитором Владимиром Баскиным по пьесе «Драматурга Вербина». В основе либретта – нестареющая классика, рассказ Оскара Уайлда. Но от первоисточника здесь осталось мало. Сюжетных линий в мюзикле больше, а интрига закручена не по-детски. Плюс музыка, я думаю, что все здесь компоненты. Очень много балета, интересный хореограф здесь была Тихомирова. Здесь хороший сценограф Хархалуб, который поставили. Я думаю, что режиссерская идея, и мы ее сохраняем. Потому что режиссерская идея остается у нас Печерской Натальи, которая поставила. А так как у нас сегодня труппа на две трети обновилась и пришла молодежь, то многие роли сегодня просто играют молодые артисты, новые. Все каноны классического мюзикла здесь сохранены. Много современной музыки и танцев. Это понравится молодежи. Зрителям постарше придутся по вкусу сложные вокальные партии. Именно из-за них и сложно было найти актера на главную роль в постановке, роль призрака. Но удалось. Ее исполняют два артиста-вокалиста – Максим Галенков и Владимир Кочержинский. Конечно, она в чем-то и вокально сложна, и драматически, и здесь есть перепады настроений, что где-где им очень тяжело, и что он ждет, не дождется, когда же он наконец обретет покой, и все-таки его душа улетит. И есть такие моменты, когда он понимает, что возможно вот сейчас это произойдет, и вот эти переключения, именно они в том и сложны психологически еще. Потому что мне рассказывали, что вот этот актер, который играл эту роль, вот он именно очень прямо близко принимал к сердцу эту роль. Действия спектакля переносят зрителей в Англию конца прошлого века. Богатый бизнесмен покупает замок Кентервиль вместе с призраком, который уже 300 лет наводит ужас на округу. Скептик-бизнесмен в мистику не верит, но это ненадолго. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.